итак друзья сегодня 8 июля 2021 года ну что ж я друзья приехал продолжать отбирать мед на тачке номер один туда все достаточно даже лишь к вперед еще подай немного сейчас нет с этого края надо вот еще 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 все но все достаточно прошлый раз я отбирал сейчас вот решил снова приехать отобрать я думаю что здесь сто процентов уже мед печатный так как у нас сейчас дня 34 наверное была непогода пчелы фактически не летали и свежего нектара фактически не было ну то что они принесли я думаю они сейчас запечатали запечатали а я конечно сейчас буду отбирать и дам пчелам работу чтобы они продолжили взяток сегодня видимо погода будет хорошая небо чистейшие с утра уже тепло не ветра ничего нет пчела уже летит куда-то ну я приступать буду магазины здесь сейчас мы разгружаем ставим вот таким образом будем составлять столб ну чтобы освободить на прицеп а уже рамки семена потом составлять прицеп дымать разгорается на старые угли очень хорошо разжигать старые угли все вот угли есть добавим крышку не закрываю без крышки он гораздо быстрее разгорается дымит очень хорошо потом уже закрываю крышку просто Продолжение следует... Продолжение следует... Ну вот, ребята, начал уже доставать рамочки. Рамки идут... Ребята, сейчас я вам покажу, какие. Вот, видите. Только печатные идут рамочки. Здесь вот улья у меня с двумя магазинами. Опять же, у меня задача состоит сегодня в том, чтобы по максимуму освободить наши пчелосемьи от меда, чтобы в наших семьях было куда складывать пчелам мед. Вот. Нижний магазин я трогать не буду. Освобожу верхний. Все, у них работа будет. Ну, а потом придет время, я и нижний, конечно, сниму. А пока что... Да еще и, возможно, так как решетки не стоят ганемановские, в нижнем корпусе, возможно, много еще трута не вышло. Так что труд постепенно выходит. И пчелы до зальют, куда мед. Ну, все, несколько рамок убрал. Здесь вот я вижу пару рамок непечатного, я его оставляю. Пусть запечатывает. Ну, а тут добавлю несколько рамок пустых. И все, работа пчелам уже обеспечена на короткое время. Ну, вот следующий улья. Три магазина, ребята. Три магазина. Посмотрите. Мед, мед, мед. Видите, печатка? Все, печатный мед. Это уже в третьем магазине. Ну, вот такие сильные семьи. Они приносят немало меда. Так что нужно обязательно дать им работу. Убрать хотя бы один магазин с медом. Вот аналогичная ситуация. Печатка замечательная. Еще, ребята, комментарий. Такой небольшой был. Обратите, как я работаю. И тут я показывал, как я сметал пчел. Так, тут вот расплод. Вот видите, пчелины немного. Но такую рамку я не возьму, ребята. Пусть пчелиный расплод выходит. А комментарий был такой. То, что время много тратится на то, что когда вот работа со щеткой, берешь рамочку, берешь щетку. Ну, можно и вот так, ребята, работать. Когда печатные рамочки, просто резкий удар делаешь. Вот так. Фактически пчелы нету. Все. И не надо ни за какой пчел с щеткой дотягиваться. Дотягиваться. Но бывает такое, что вот стреснешь. Где-то вот одна-две пчелы. А вот перчаткой провел. Все. Ну, все вроде бы. Сколько мог, столько и взял здесь. В нижнем магазине тоже много меда. Я вижу, наблюдаю, и он печатный. Ну, улей тяжелый. Ну и ладно. Поставлю рамочки. Откачанные. Не буду лезть и туда время тратить. Потому что моя задача больше пройти пчелосемей и освободить у них место для приноса следующего гектара. Ну, а насчет того, что кто-то скажет, конечно, надо поставить еще магазин, допустим, готовый. Ну, не всегда они бывают. Готовые магазины, бывает такое, что они у пчеловодов заканчиваются. Заканчиваются. Ну, раз такое дело, закончились, не беда. Большой тревоги бить не будем. Подкачаем и поставим снова. Да, конечно, это какая-то потеря будет в меде. Сегодня пчела будет, часть пчелы, работать с этими рамками, поправлять их после откачки и т.д. и т.п. Вот так, ребята. Видите, улей завалился назад. Два магазина. Видите, с первой рамочки до последней все идет печатный мед, печатный мед. Так что нечего ждать медового спаса до августа. Нужно отбирать мед. Если нет, надставок. Вот самая крайняя рамочка. Да, вот, ребята, вот такие рамочки у нас имеются. Хороший, прекрасный сотовый мед. Мы отправляем почтой России. Кому надо, заказывайте. Внизу оставлю под описание и номер ватсапа. Пишите на ватсап. Будем отправлять. Там была крайняя рамочка. А это вторая. Ну, ни одной ячейки, наверное, нет, чтобы не запечатали. Все запечатано. Вот пчелиный расплод попался. Я его оставлю. Ну, и тортовый тоже. Ничего страшного. Пчела выйдет. Больше пчелы будут вули. Сразу сушнинку подставляю. Почему подставляю порой сразу? А чтобы пчела не вылезла, чтобы не придавить пчелу. Достал рамочек несколько и потом успеваю ставить рамочки. Супер, ребята, супер. Все. Вот и до. Зрелый мед. Уральский. Разнотравье. Здесь на тачке у нас, ребята, на этом первом тачке все дикоросы. Дикоросы. Стационарная пасека. Там преобладание липы у нас. Липа в этом году неплохо дала. А здесь дикоросы. Все цветы наши уральские. Их просто не перечислишь. Вот такая рамочка с расплодом попалась. Ну что ж. Пусть выходит пчела. Пчелы в вули будет больше. Шикарные. Ну по медоносам что? Кипри, ребята. Василек луговой. Донник. Осот. Пустырник. Цветет. Сейчас репейза цветет. Ну начинает, по-моему, уже. Бодяг, осот. Или как еще называют. Ну различные, различные, различные цветочки на Урале. И все это в раз фактически цветет. Главный медосбор. Вот так видим. Видите, ребята? Там магазин стоит. Там тоже вот печатный мед все идет. Печатный, печатный. Ну отбирать я его позднее буду. Все, семья обеспечена дальнейшей работой. В принципе, ребята, медосбор опять начался. В принципе, ребята, медосбор сейчас сегодня начался. Вот магазин, ребята, снял. Ни одной пчелы. Ни одной пчелы. Здесь вот рамочки где-то стоят. Ну нету пчел особо. Я не вижу. Не вижу. Нет воровства. Пчелы на рамки не лезут. Значит, пчела пошла за взятком. И вот сейчас что? Надо обеспечить свои пчелосемьи работой. Печатный мед. Вот здесь пару рамок свободных есть. Тут матку я менял 18 июня. Здесь тоже вот менял маточку. Ее не приняли. 22 июня давал следующую матку. Ну, матку выпустили. Вот коробочка. Ну, а что здесь? Вот тут в центре печатка есть. Тут есть место свободное. Пусть еще работают. Ну, а здесь я вот вижу, ребята, печатный все мед. Буду отбирать. Эти две семьи там место есть еще для работы. Немножко есть по краям. Они были слабее, поэтому у них и менялись матки. Так что к ним подходить не буду. Буду отбирать здесь мед. Вот, ребята, шикарная рамочка. Замечательно. Хорошая. Когда печатка на рамке, пчела очень хорошо стряхиваться. Вот, шикарная рамочка, ребята, изготовление рамочки этого года. Зимой мы делали, ващинку ставили, отстроили. Супер! Просто супер! Вот такие рамочки стараемся мы отправить нашим покупателям. Убрал несколько рамочек. Рамочки три добавил. Вот. Отличные рамочки. Тут, ребята, как-то я показывал видео. отбирал рамочки. Ну и были рамочки у меня. Так, это у меня с расплодом оставляют. Попадались рамочки. Ну, где-то вот ну, две трети есть печатка и немножко там нету. Когда трясешь рамочку, ну, влага не выплескивается. И тут промежуток был непогоды. Ну, в общем, пчелы испарили влагу. Я-то знаю. Но есть товарищи, которые по видео, по видео, ребята, могут определить влажность меда. Писали мне, что это мед незрелый, жидкий, как вода. Ну, вообще-то интересные специалисты вот бывают, которые по видео могут определить влажность меда. Но я-то потом приехал домой на пасеку, вернее. Обкачали мы этот мед. Проверили влажность прибором. Прибор показал 16% влажности. Так что, ребята, все по ГОСТу проходит. Весь наш мед зрелый. Так что никаких претензий к меду у меня нет. Ну что ж, осталась последняя рамочка, ребята. Последняя рамочка. Трясу, мед не вытряхается. Вот, про такие в основном велись рамочки. Печатка вот есть, но немножко нет. Ну вот, видите, ни капли меда нигде не капнула. Ну все, с этим улем готово. Добавляю пустые откачанные рамочки и перехожу работать другим своим пчелосьемьем. Здесь, на тачке номер один. Ну вот улья, ребята, три магазина. Третий магазин, видим, вот тут вот все, печатка-печатка-печатка-печатка идет. Хорошая семья, сильная, хорошо работают. Пчелы рыженькие, бакфаст. Ребята, хотел бы показать, пчелы прилетают измазанные. Вот, смотрите, на спинках желтые пятна. Кто знает, напишите. Ну, я-то полагаю, что это пчелы измазались, естественно, пыльцой. Вроде не подсолнуха, здесь у меня рядом ничего нет. На чем рапса тоже нету на этом тачке, вблизи даже. Ну, где-то что-то вот. Вот, видите, желтенькие. Ну, вот, желтенькие. Вот. Ну, не знаю, клевера тут, красный клевер недалеко есть. Но, особенно красный клевер, я считаю, пчелы не посещают. Ну, вот они, вот пруд, вот, что-то, что-то где-то нашли. Я даже не знаю, ребята. Вот, вот они. Не знаю, желтые пчелы, обмазанные. Ладно, ну, вот открытый у меня магазин, пчелы сюда не лезут. Буду отбирать дальше. Итак, ребята, еще хотел показать то, что в природе сейчас начался взяток. Как бы, после небольшого перерыва. Уже рамочки показывал, пчела не лезет. Вот, смотрите, крышка улья. Ну, накапал мед, накапал. Сдержки производства, без этого никак. Здесь тоже, ну, накапал. Не можем мы каждую рамочку уследить, потому, что отрываем, там где-то что-то обрывается с от низ, где они склеивают между магазинами. Так что, если бы было какое-то воросто на пасеке, не было бы взятка, пчела бы, естественно, собирала бы вот этот мед, лезла бы вот на рамочки. Но нет этого. Ладно, будем работать дальше. Здесь очередная пчелосемья. Видите, печатка, печатка, последняя рамочка тут тоже печатка, печатка, печатка. В общем, надо отобрать. Отобрать два магазина. Конечно, отберем и один магазин. Да не место пчели работать. Ну, в общем, ребята, работа у нас подходит к концу. Вот так вот магазины мы с медом составили. И еще осталось несколько рамочек. Сейчас мы отберем вот эти вот сотовые вот такие красивые рамочки. Осталось у нас тут пять пустых. Поменяем на зрелый хороший мед. Все рамочки будем закрывать пологом, завяжем и поедем тихоньку, конечно, до боли. Итак, друзья, сейчас мы находимся в нашем помещении, где мы откачиваем свой мед. Ну, вот мед, который мы отбирали утром. Сейчас мы откачиваем здесь, в нашем помещении для откачки меда. Сейчас работает медогонка, крутится, рамки откачиваются, ну, еще осталось несколько рамочек, мы скроем и откачаем. В общем, что хотел бы я сказать, друзья, сейчас мед мы уже имеем на своей пасеке 2021 года. Качали уже на стационаре, здесь у нас мед преобладание липы, так как лесная зона в этом году неплохо выделял липу. И еще плюс два точка у нас, там у нас уральское разотрание в основном, там у нас горы, лага, и пчелы наши несут все, что сейчас цветет, это кепрей, осод, пустырник, дотник, клевера различные, босинки луговые, полевые, ну, все до нашего уральского разотрания, просто дни перечислить. Вот такие у нас сейчас имеются меда, с тачка номер один, с тачка номер два, и со стационара. Ну, вот процесс откачки у нас идет, вот так откачиваются у нас рамки, крутится медогонка, ну, и вот сниваем мед, открывая экраны, здесь я уже слил, вот и вам покажу, вот такой вот наш уральский мед. В общем, что хотел я, друзья, потому что я пчеловод, имею свой мед уже 2021 года, ну, и постоянно приходится где-то этот мед реализовывать, где-то на ярмарках, где-то знакомым, где-то что-то, и порой часто слышишь от покупателей, сейчас трудно купить хороший натуральный мед. Все уже как бы боятся, не доверяем друг другу, но если кто-то хочет привезти нашу именно продукцию с нашей пасеки, пожалуйста, друзья, заказывайте, вышлем мы почтой России, также можем транспортной компанией, там внизу в комментариях, в описании оставлю номер телефона, пишите на WhatsApp, будем договариваться, продукция у нас уже есть 2021 года. Вот сзади у меня уже готовые ведра с откачаным медом. Также продаем вот такие сотовые рамки, тоже высылаем почтой, упаковываем в специальную упаковку и отправляем. Соты очень-очень хорошие, печатные, светлые. Здесь у нас липовый медочек, я подписываю, качали седьмого числа. Вот сегодняшний мед, точок номер один. Тут ведра не подписаны, это тоже наша тачка домашнего. Главное мне подписать вот точок номер один, точок номер два, чтобы не путать. Пятого качали, четвертого, четвертого точок номер один. В общем, продукция, видите, друзья, у нас есть уже. Это только начало, ребята, только начало. Ну, вот так, друзья, заказывайте наш мед. Мед высочайшего качества, зрелый, с экологически чистого района, напрямую от производителя. А это с нашей пасеки. Всем, друзья, пока и до новых встреч. Всем удачи. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok